Здравствуйте, с вами снова Андрей. Продолжаем играть Тотулу Ратило за Западную Римскую Империю. Берем в качестве технологии доход от культурных построек. Ну и сперва там еще на 1% нам коррупцию убавят. Меняем эдикт. В Италии все и так неплохо. С общественным порядком хлебозрелище нам не нужно. А вот этот... Минус 5% коррупции очень даже нужно. Значит, назначаем этого Хилари. Я подумал, поставлю его в Мавританию, а не в Белгику. Потому что в Мавритании совсем все плохо с общественным порядком. Попробуем мы все-таки, скажем так, продемонстрировать местным маврам то, что... Хлебозрелище, соответственно, ставим. Значит, то, что мы не намерены просто так эту провинцию отдавать и вводим сюда испанский вот этот регион полицейский. Может быть, мы в дальнейшем объединим со вторым нашим регионом, который здесь находится. Посмотрим. Значит, по крайней мере, будем обозначать свое военное присутствие. Далее. Нам сейчас надо распределить. У нас тут понавыпадало всяких вещей. Вот, в частности, варвара-перебежщик, дублестные германские воины. Вот этот вот попавший в рабство за долги. Который нам даст доходы от эмиграции. Насколько я понимаю, доходы от эмиграции, они растут там, где больше эмигрантов. Больше всего их находится у нас сейчас в Каледонии. Но поскольку это у нас провинция общевременная, я вполне возможно ее покиную или что-то еще здесь не сделаю. Вот. Мы там, соответственно, ничего не будем. А в остальных провинциях, в основном, где-то по 2%. Я без записи смотрел все это дело. Субботи провинции. Значит, и сейчас у нас тут какая ситуация. Нам надо разбить остатки гуланов и ликвидировать их, в общем-то. Так, 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 работорговец. Варвар-перебежщик, наверное, мы поставим. Опять же, пик-то могут еще раз напасть. Нужно быть с ними аккуратным. Так, значит, соответственно, выводим войска сюда, чтобы они у нас как бы подкрепление были, да? В морском сражении. Атакуем флотом. Давай. Так, окей. Сейчас второго подводим. Вот так. Ну, атакуем того, кто еще не отступал, чтобы они не разбежались, не дай богу. Так, ну и... Героическая победа. Офигенно-героическая. Верланы идут на дно. Да, и двух... Их феодалов мы, так сказать, вынесли. Так, у нас сразу еще один уровень навыка полководства. Мы его на флот качаем, да? И здесь мы качаем, наверное, знания Средиземного моря, хотя у нас, как я понимаю, это на все моря, наверное, должно распространяться. Или только на Средиземное увеличение. Ну, в любом случае, я так понимаю, содержание кораблей нам не помешает, конечно. Так, мы напали на Ивланов. И, опять же, в автобои все это дело разыгрываем. Все нормально. Слишком большой перевес, я думаю. Вопросов не будет. Так, ну и разрушаем, естественно, все. Гори, Ирландия, гори! Как вы меня эти Иваны задолбали, они еще в прошлой кампании не задолбали. Ничего, весь остров сгорел, отлично. Так, нам сейчас надо идти поближе, подвеси друг друга, даба вот эта вот, последняя оставшаяся, блин, эскадра у Иванов, беглый король. Он не мог просто так атаковать нашу пехотку. Ну, хотя два корабля это не так страшно, но это именно флот, как я понимаю, да? И вы знаете, вот что мне не нравится в Атиле? То, что эти ребята взяли и стали качевой фракцией. Ну, не может такого быть, не должно быть такого. Либо вы, ребята, должны на своем ходу начинать миграцию, либо будьте, будьте любезны. Так, от протектора там они не хотят становиться, да? Ну, и дебилы, что я могу сказать. Вот, блин, ну... Что, они с собой в армию всегда возят, там, не знаю, женщин и детей? Не, ну, в принципе, варвары действительно возят здесь, потому, по крайней мере, женщин. Потому что в армии варваров есть женщины здесь. Так, что бы взять? Контракт на поставку на юниках пока не надо. Ладно, пока я в этом ничего не буду брать. Здоровенный, потный барабанщик. Прекрасно. Просто прекрасно. Так, ну, вот этих вот товарищей мы выводим из города и ставим лагерь. Потому что в лагере защита более надежная, чем в этом городе. В любом случае, гарнизон, ну, его ошметки придет к нам на помощь. Так. Здесь у нас появились Ост-Готы, поэтому мы сделаем так. Тоже встаем в лагерь. Если нападут на крупный город, там большой гарнизон, а на мелкий будет такое подспорье. Сейчас еще надо посмотреть, что у нас с этими по силе. Так, Ивлан у нас теперь последний. Даже Саксы выше. Саксы, кстати, пошли вверх. Алиманы, кстати, очень слабые. Даже соблазнительно их атаковать, ну, не знаю. Юты. Кстати, у Ютов, по-моему, был довольно высокий рейтинг сил, а сейчас они 41-е. А воюют они только с франками, по-моему, у нас. То есть, видимо, они пострадали в сражении с франками, вроде бы, да? Так, вот что касается Стелехона. Вот тут вопрос. Сейчас, как его куда двигать. Ну, во-первых, дадим ему, наверное, эпического поэта. Потому что он нам будет увеличивать влияние. А влияние нам очень сильно нужно. Просто очень сильно нужно для правящей фракции. Вообще, вот этот вот полководец, который у нас в Британии пиктов постоянно рубит. Я не знаю, что с ним делать. Я боюсь, его придется убивать. Так, это мы ставим контракт наемника, потому что здесь, возможно, придется экстренно увеличивать численность армии. Давайте, наверное, так. Даже не знаю. Давайте поставим перчатки для панкратиона. Вроде все распределили. Все наши профиты. Так, у нас 3000 монет. В общем, этого хватает, чтобы построить, например, дворец губернатора. В общем, давайте выводим стиль... Твою... Так. Твою же мать, а. Вот чего я опасался. Поймаете, тут, походу, кривые вейпоинты, бак с ними. И неизбежно прихожено противоположное берег Рихи. Зачем это надо, я не знаю. В общем, ну, теперь вот мы пришли к границе франков. Ну, ладно, будем надеяться, что они сразу на нас не навязываются. Так, в общем, в Лузитане ему немножко... Разворачиваем строительство. Так, вандалы к нам сейчас не пришли. Ютес и Саниды. Саниды, чего там? Встречная Висковская империя. И ванны. Ага, ага, ага. Ну, да, да. Да, после того, как я сжег нафиг вашу это... Вашу Ирландию. Идите вы нафиг. Так, и вы хотите на континенте высадиться? Ну, ну, конечно. Ёлок, макарёк. Сколько у пиктов войск-то? Дофига. Ладно. Полстэка собачек. Интересная, на самом деле, конфигурация. Посмотрим. Так, туман это не так, чтобы хорошо. Если честно. Потому что... Я понимаю, эффективность наших вышек упадет. В общем, тактика совершенно стандартная, которую я уже показывал. Так сказать. То есть, встанем таким образом, чтобы стоять под вышкой. Противник, соответственно... Нет потери от её огня. Не мог её разрушить. Просто так. Противник есть анагра, но, я так понимаю, вообще он их использует довольно бестолково. Будем смотреть. В любом случае, кавалерии нет. Если она сейчас вырежут, это будет, на самом деле, прискорбно. Потому что шанс, что противникам это есть. Все, собственно, все остаемся в черепахах во всяких. Да. Ну, что касается исторической справки, у нас вообще серия будет сегодня, опять же, короткая. Вот. Ну, собственно, чё. Вот в комментариях возник такой вопрос. Почему римляне, с одной стороны... Разучились, мол, делать броню. А с другой стороны стали носить штаны, например, да? Так сказать, изготавливать и носить. Ну, на самом деле, здесь всё очень просто. Я уже объяснял, почему произошёл отказ от вот этой брони лорика сегментата. Потому что произошёл упадок кузнечного дела. Сами понимаете, что доспехи и одежда, это вообще абсолютно разные вещи. Доспехи кует кузнец, одежду делает портной, ткач, я не знаю, как правильно назвать. Ну, вы поняли, текстильное производство это немного другое. Причём, сами понимаете, что в любой, в любом самом критичном обществе какое-то производство одежды будет, неважно из чего, там хоть из ветоши какой-нибудь. Потому что, так сказать, хорошая броня была далеко не всегда не у всех, а вот до подхода не замёрзнуть одежда всегда была у более-менее развитых человеческих обществ. Так вот, что касается штанов конкретно, ну, вообще, так сказать, что касается кузнецного дела, понятно, что просто кузнецы разорялись. Вообще, страна была разорена, то есть, неграмотная налоговая политика, высокая коррупция, да много чего. Я объяснял причины экономического упадка. А что касается штанов, так это, понимаете, это же не какое-то достижение технического прогресса, это просто привычная нам одежда, да? Дело всё в том, что исходно римляне, где жили? В Италии исключительно, да? В Италии климат тёплый, поэтому, к примеру, традиционная одежда римского гражданина во времена республики, это была тога. Вот. Собственно, что такое тога? То есть, это, грубо говоря, накидка, и под ней римлянин был голый, он только на бедренную повязку обычно носил по тоге. Всё. Значит, потом, когда римляне стали продвигаться на север, там уже понадобилась одежда потеплее, просто в связи с климатом. Плюс мы не забываем о том, что началось похолодание, вообще похолодание климата, так сказать, ту эпоху, которую мы рассматриваем. И надо сказать, что, хотя ещё вот в четвёртом веке издавались императорские указы на тему того, что штаны время носить нельзя, типа это варварская одежда, но, тем не менее, штаны быстро распространялись по причине варваризации общества. В общем-то, об этом я тоже говорил, то, что варваризация, она шла весьма активно во всех сферах, то есть распространялась германская мода. Это, опять же, просто, как это происходило? Вот мы с вами говорили о том, что появились сальтусы, да, крупные земельные владения, то есть такие протофеоды, можно сказать, да, и зачастую вот эти владельцы сальтусов очень активно общались в обход центральной власти, общались с варварами, естественно, что-то у них перенимали, вот, так сказать, зачастую сепаратистские тенденции в этих сальтусах были. Ну, то есть, вот, более того, на самом деле, многие низшие слои населения, которые, так сказать, были порядком угнетены в результате самых разных факторов, ну, в частности, общего экономического упадка, вот, они иногда вообще рассматривали варваров как освободителей, потому что такой, скажем так, разветвленной и проработанной системы рабства не было, то есть во многих племенах варваров как было, то, что рабы это пленные, а с племенников упрощать в рабов нельзя, вот, в Риме же, как бы, так сказать, рабы были самого разного типа, была более жесткая рекомендация про бамы, то есть, учитывая, что люди были малообразованные, мало понимали, так сказать, кто такие, и соседи зачастую, да, то есть те же самые варвары, бывали и такие случаи. То есть, в принципе, вот, германизация в Западной Римской империи была весьма интенсивной. То же самое, вот, например, на Восточную Римскую империю оказывали влияние греки, правда, греки уже были совсем не те, которые, так сказать, древние греки, как мы их понимаем, а сформировалась, ну, вот, так сказать, протоправославная культура, да, обидеться, в общем, именно про нее я сейчас говорю. Ну, то есть, германское влияние в Восточной Римской империи тоже, как бы, какое-то время было, но после того, как, по-моему, вот, Руфина, вот этого, который воспитателем Аркадия, да, поскольку убили, там, это влияние порядком сошло на нет. Значит, я сейчас стрельбу по умолчанию отключил, чтобы не начали стрелять через это, через заборы. Наши метатели стреляем в... Пока не подошел генерал, стреляем в песиках. Если подает генерал, может стрелять в него, будет пробовать его убить. Ну, вы знаете, с генералом это на шару. Вот он вроде подошел. С генералом это все на шару, то есть, у него, видите, броня хорошая. Сменинарский начальник, броня хорошая, то есть, как бы, убьет, не убьет, это уже... Они еще нам специально спину подставили, молодцы. Ну, песики-барбосики ничего особо не добились. Единственное, что у них проблема, когда с ними воюешь, они сквозь строй проникают. Ну, или просто вот через дырки между отрядами маленькие. Они просачиваются. Так, отводим наших метателей, которые тут побежали за полководцем. Стоял мы в разуме этой стройке, потому что подошли вражеские лучники, к чему-то подходит они. Еще одни песики слились, но, вы видите, все-таки против плотных построений они не очень хороши. Ими надо стрелков кушать. Ну, и плюс, возможно, они немножко смешивают вражеские ряды, как-то нарушают строй чуть-чуть. Что-то мне не нравится балансер. Ну, ребята там разрушают вышки. У них там своя атмосфера. Ну, в принципе, если пойдут, будем держать. Противника много, но у него в основном одни бомбы. Ну, что, штурмовать-то меня будете, нет? Вообще, действительно, хорошо бы Гену убить, тогда бы они могли бы убежать на фоне больших потерь. Ну, собственно говоря, вот чем все закончилось. Вот, что я могу сказать. Вот мне в комментариях к прошлой серии писали, что надо в игре фиксить это. Таранные корабли, вот что надо фиксить, а не таранные корабли. Ребятки зашли в центр лагеря, встали, стояли, пока их не перестреляли. То есть, в итоге, минут 40 реального времени. Ну, как я ускорил, конечно, там, вот, показывал, что осталось там 23, где-то, я не помню, сколько там. В итоге, у противника достаточно серьезные потери, и мы спокойно устояли. Это к вопросу о том, что... К вопросу о том... Так. Ага. То есть, они выгнали... Так, договоренные нападения мы принимаем. Маркоманы выгнали вандалов на нашу территорию, да? Ага. То есть, вандалы там подкосаные, наверное. Как я понимаю. Ну, что ж. На этом мы, наверное, серию завершим. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. Так, нехватка наемников. Ну, это какой-то рандум-энкаутер. Это плохо, кстати. В общем, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. Дальше будет еще интереснее. С вами был Андрей, всем пока.